Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Фрэшлайф-28, и мы в традиционной рубрике «Разбор полётов» и «История Марселя». Что ж, друзья мои, наш сегодняшний герой достаточно основательно подошел к вопросу. Он бизнесмен, у него семья, поэтому человек расчетливый, прагматичный, и, получив информацию, он тут же ее притворил в жизнь, получив результат. Однако, кое-чего все время не хватало, а именно наладить свои отношения и прояснить свои отношения с алкоголем. Поэтому внимательно и еще раз внимательно послушайте, что Марсель скажет по поводу алкоголя, потому что похудеть – это все-таки одно, а вот качество жизни независимого человека, независимо от бутылки, от сигареты, еще чего-то, это совсем другой уровень. Марсель, огромное тебе спасибо! Если у кого-то есть вопросы, ссылочка на телеграм-канал нашего сегодняшнего героя в описании к этому видео. А я на сегодняшний момент умолкаю и предоставляю ему слово. Встречайте! Приветствую зрителей канала «Форшлайм-28» и его основателей Антона Олеговича Петрикова. Антон, хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за то, что вы делаете, скольким людям вы помогли, и мне в том числе, и не поддаются какому почувствованию описанию. Спасибо вам! Давайте я расскажу о себе. Мне на данный момент почти 41. У меня семья, трое детей, сыну 21 год, дочери 20, и еще есть маленькая дочка 7 лет. И я думаю, 22 года вместе. В детстве я был мальчиком пухленьким, в детстве своя начальная школа. Старшим классом я подвытянулся, скажем так, вес мой пришел в соответствии моему росту. Старшего же класса, в кончении школы начал курить. Эта, скажем так, привычка меня преследовала на протяжении 20 лет стажем курильщика. Заядлала. После школы я занялся предпринимательской деятельностью. Создал семью, собственно, рано вождение детей. Взрослая, семейная, самостоятельная жизнь. Я началась с полным ходом. Ну, и вечерами немножко расслабиться от деятельности определенной. И я срастился к такому кеннему напитку, как пиво, под которое у меня залетало в хороших количествах всякие соменности, чипсики, орешки и прочие моменты. Вес мой пошел в плюс. Достаточно быстро у меня приблизился к 100 кг. А через какое-то время он меня уже добался и до 110-120 кг. И на протяжении многих лет он меня этот вес так спорвождал. Ну, сильно жить мне это не мешало на тот момент. Ну, хорошего человека должно быть много. Я так отговаривался. Ну, в общем, как-то так. То, что я перестал помещаться в одежду, там, стандартных размерных сеток, не беда. Это дело поправимое. Во всеми любимом спортивном магазине. Спортмастер, куда мы все дружные пошли за 58-ми размерами. Ну, и все такие спортивные. Мы дальше по жизни не двигались. Первые звоночки по здоровью у меня начали появляться после 30 лет. То есть, я узнал, что такое гипертония, тахикардия. У меня появился ларикоз на ногах. То есть, самочувствие мое и качество жизни так стали похуже. Были попытки что-то с этим делать, какими-то ограничениями. С весом 120 кг был куплен акбанемент. Порт-зал, ну, по-моему, быстрее я там что-то попытался побегать, попрыгать, что-то подавить. В итоге все это дело у меня не пошло, но и было получилось, забросилось. Ну, как бы так. Живем дальше. Переломный момент у меня случился, наверное, где-то лет 36. То есть, одним прекрасным вечером, вернувшись из кинотеатра, посмотрев фильм, выпив свои 3-4 бутылки пива, съев ведро соленого по корму, удивительно, вечером мне стало плохо. И первый раз жизни я вызвал скорую. И, надо сказать, у меня возникло полное ощущение, что это скорую я могу и не дождаться. То есть, давление по 200, спитое дыхание, какие-то судороги, в общем, приятного мало. А в этот момент меня как будто перелернуло. То есть, вот то ощущение, что вот так можно легко взять и покинуть этот прекрасный белый след. Меня заставило задуматься. Ну, ладно, я пожил, погулял, повеселился. У меня же дети. В частности, у меня есть совсем маленькая, считайте, ребенок дочка. Как я могу их оставить? Это совсем нехорошо. В общем, заставило меня задуматься крепко. И, естественно, со следующего же дня я начал поиски решения. Это проблемы. Естественно, интернет. И хорошо, что я как-то практически сразу накинулся на ролик Антона. И, знаете, он меня зацепил. Не могу даже сказать, чем, антон. я стал искать информацию на его канале. И буквально, наверное, через 2-3 дня у меня уже было четкое решение, что я начинаю новую жизнь. Вот он, понедельник. Вот закуплены продукты, контейнера. Объявил, что я теперь питаюсь по-другому в своей семье и начал действовать. И действия мои, они достаточно спрямли первым результатом. Знаете, спустя месяц такого образа жизни и питания у меня ушло 10 килограмм. Что меня привело, конечно, в дикий восторг. И я с шадностью начал действовать дальше. Все выверено, дисциплинированно и дело пошло. То есть, результат у меня, ну, наверное, чуть больше полгода и мой вес пришел к таким цифрам, как 80 килограмм. То есть 42 килограмма где-то вот за полгода с меня сошли. Ну, я говорю, 45 килограмм. В целом, потому что вес у меня еще сбежался. Ну, вот это я вам хочу сказать, помимо стрелки на весах внешнего вида, какие это были ощущения. Какой это был полет. не передать, конечно, словами. То есть нормализация питания, разбор того, что мы едим, что мы пьем, систематически дисциплинированный прием пищи. Из нагрузок у меня было подключено только кардио. То есть я даже не побежал. Я просто пошел. Пошел быстро. Пошел каждый день в любую погоду. То есть вечером у меня час-полтора у меня было на это выделено. То есть быстрая ходьба, достаточно хорошие дистанции, где-то с лестницами, с подъемами. И вот таким результатом я пришел. Что меня, конечно, очень радовало. Очень мне это все нравилось. Но я столкнулся с таким моментом. Похудеть. В моменте троса веса я отказался от алкоголя. Здесь все я убрал. Управл крепкие напитки. То есть те случаи, когда какие-то мероприятия с друзьями, где-то какое-то событие, где присутствовал алкоголь, и мое употребление один вечер по алкоголю перечеркивало сброс веса недельный, а то и больше. есть я каждый день минус 100-150 грамм идет, похудение, неделя прошла, один вечер, все перечеркиваю. Даже с запасом. Меня это никак не устраивало, соответственно, на момент похудения я все алкоголь свой исключил. Но к тому моменту, когда я все-таки пришел к тому весу, который я хотел, и к тому виду, который я себя видел, все хорошо, я совершил такую ошибку. Вот смотрите, мы чуть-чуть хорошие. Вечер с питанием разобрались, вечером где-то на террасе с греческим салатом с кусочком индейки. По Божеву все хорошо. Ну почему бы себе не позволить женой по бокальчику белого сухого вина на закат. Красиво. Так и будем жить. Вы знаете, вот этот вот момент, он появление в моей жизни белого сухого вина в кавычках полугородного напитка. Так скажем, надолго закрепилось в моей жизни. И это же мне не позволяло скажем так, присылать свои результаты на канал, потому что да, я себя в порядок привел, да, у меня вес держится, я его держу вроде в рамках, но я живу с алкоголем, есть в моей жизни, обмануть заринтельные каналы Антона, я, конечно, не мог, поэтому, ну, живу, сок, мне нравится, все хорошо, сидит какое-то время, дальше появилась такая проблема и осознание, что жизнь моя начинает крутиться вокруг этой бутылки белого сухого вина, то есть на бокале ничего не останавливается со временем, бокал меняется вторым, третьим закончилась бутылка, пошли за вторым, то есть вот этот вот момент, он достаточно быстро пришел, и вот эти скачки, настроения и прочие факторы все-таки меня толкнули к тому, что никакого алкоголя, никакой затуманенности сознания не должно быть, в жизни не чувствуется, не проживается так, как она может проживаться без этого. Вы знаете, в тот момент у одного из членов моей семьи возникли серьезные проблемы, решение которых требовало таких серьезных действий, путь до продаж квартиры, машины, переезда в другой город, и это еще повлияло на мое решение, то, что такие серьезные действия я вряд ли смогу сделать, вряд ли смогу помочь, будучи в обнимку бутылкой вина, поэтому было принято решение тебе особенно всегда закончить с этой привычкой, с этой зависимостью, и на мое удивление, вы знаете, после того, как я отказался, только тогда я осуждал, насколько сильная была зависимость, потому что как минимум месяца три я жил в каком-то кошмаре, только спустя три месяца мне стало полегче, как-то смог начать снова жить, восстанавливаться от этого всего, нет, не должно быть этого в нашей жизни, это ни к чему хорошему не приводит, курение, в момент сброса веса, формат курения я перевел в такой в кавычках лайт вариант, как курение кальянов и выпав, что не менее вредное конечно, а спустя полгода от отказа уже от алкоголя, от вина, у меня привычка курить как-то отвалилась за ненатомость, с трезвым пониманием ее бессмысленности, как бы, неделя переживаний, все нормально, то есть сейчас на данный момент где-то больше полутора лет я употребляю никакой алкоголь и все больше и больше я наслаждаюсь теми ощущениями трезвости, теми новыми привычками, новым кругом общения, новыми людьми, кругом общения, то есть все меняется в жизни, меняется в темнии лучше, более насыщенной интересной ссор, до 100% это я подтверждаю это, подтвердят вам все, кто уже записывали свои видео на этом канале, поэтому если есть проблемы, начинайте их решать, идите к своей полной насыщенной и счастливой жизни, да, в жизни случаются разные моменты и очень сложные моменты, но те силы, та энергия, которая дает этот образ жизни, они позволяют справляться с этим моментом. Прошлое я, наверное, не вытянул эту ситуацию. Сейчас я живу и наслаждаюсь каждым днем. Да, наверное, надо сначала практически потерять жизнь и здоровье, чтобы потом это ценить, но лучше учиться на чужих ошибках, это менее затратно. Совет тем, чтобы не доводить до крайности. Не откладывайте завтра, начинайте уже сегодня перекот своего здорового образа, престижного образа жизни, как бывает, там, там, там. Если не знаете, с чего начать, очень много материалов на канале, первых, вышло я в 28, книгах, да, кто-то загружен, кто-то не может воспринять такой объем, найти то, что нужно, всегда можно обратиться к тем людям, которые ведут непосредственно. у меня, мой круг знакомых подтолкнул, можно сказать, появиться в сети, в соцсетях, для меня не было, то есть тем, с кем я лично знаком, давно уже в курсе того, что нужно сделать, как нужно сделать, что результат будет обязательно, если это выполнять, а те люди, которые ищут вариант, как начать новую жизнь в понедельник и не просить его в вторник, пожалуйста, можете обращаться к Антону, ссылочку в описании на контакты, то, что я знаю, я не против, мне не жалко передать другим людям, лишь поэтому было все на блог, поэтому начинайте новую жизнь, всем здоровья и удачи! !